всем здравия тела и ясности нормально будет в этот прекрасный вечер тайский солнечный с небольшими облаками я вышел в эфир для того чтобы поговорить о том что многие думают знаю что это так я хочу поговорить о близости что такое близость многие употребляют это слово в разных значениях в разных пониманиях для многих это совершенно разные концепции например для кого-то близость это половая близость как говорится потыкаться писей в писю или там в другие места неважно в общем это то что связано с сексом как некоторые говорят а секс вообще-то это пол никакого отношения к спариванию или к половым связям не имеют так вот что же такое близость близость это гораздо глубже и это гораздо существеннее чем просто потыкаться письками друг друг это гораздо глубже чем то что люди называют дружбой близость это когда индивидуум и второй индивидуум раскрывают скрытые аспекты и страхи которые индивидуум пытается скрыть от других большинство человечества живут в страхе если мы с вами посмотрим внимательно но большинство из тех на кого мы обратим пристальное внимание мы увидим поиск они все время что-то ищут кто-то ищет деньги кто-то ищет власть неважно маленькую власть большую власть в семье власть над ради над детьми над женой над супругом не имеет значить на работе власть политическую власть большие деньги маленькие деньги кто-то ищет казалось бы положительных вещей кто-то ищет медитацию кто-то ищет ответы на вопросы кто-то ищет счастье не понимая и вот слово и понимая все ищут они не понимают что ищут деньги власть успех удача и еще какие-то другие концепции это эфемерные концепции люди ищут не знают чего пойди туда не знаю куда принеси то не знаю что это крик ума к своему сердцу и этот поиск не заканчивается как только индивидуум достигает того что он искал например индивидуум искал денег к примеру он достиг определенных сумм которые ему были нужны эта задача расширяется он хочет еще больших денег потом он хочет власти точно так же как я много раз приводил пример один смотрит на соседа у соседа жигули появились этот на велосипеде ездит говорит надо работать и купить тоже жигули а тот уже купил опере этот теперь работает на опере а тут уже купил мерседес теперь этот веществ он бесконечен но мы говорим сейчас не только вещами мы говорим и о духовном поиске тоже дело в том что одни ищут материальных другие ментальных но все все время что-то ищут и вот этот поиск сам по себе процесс бесконечного поиска безостановочной концептуализации он не позволяет индивидууму достичь состояния удовлетворения в настоящем моменте времени то есть индивидуум не пребывает здесь и сейчас он все время ищет и то что он ищет это не располагается здесь это возможно в его понимании где то есть в ближайшем будущем может быть в другой географической локации но это не здесь и это не сейчас этот поиск не может быть останов он не может быть точнее прекращен посредством умственной умственного усилия умственной концептуализации почему потому что сам ум является источником поиска дело в том что ум не удовлетворен что происходит когда ум не удовлетворен это определенная степень в большей или меньшей части в большей или меньшей степени не удовлетворение собой это сравнительные формы а сравнительные формы это уничижение значит я недостаточно хорош я буду хорош в будущем когда достигну того-то, того-то и того-то когда я достигну денег, власти, просветления хорошести определенной достигну и для каждого хорошесть она выражается в определенном наборе для кого-то это материальные аспекты жизни для кого-то хорошесть это ментальные аспекты жизни для кого-то сочетание первого и второго но очень мало для кого хорошесть заключается в удовлетворении тем, что есть здесь и сейчас это единственный способ быть удовлетворенным самодостаточным и счастливым но вернемся к близости люди желают близости люди не хотят быть одинокими люди хотят, чтобы их выслушали поняли чтобы у них был единомышленник но им страшно им страшно раскрыть свою внутреннее внутреннее состояние раскрыть себя полностью перед другим это очень страшно потому что другой может этим воспользоваться в корыстных целях и сделать мне еще хуже это очень страшно показать черную дыру внутри себя куда чего не бросай всего мало вот эта неудовлетворенность вот вот это состояние бесконечного поиска это похоже на черную дыру внутри сознания человека и за личиной за лицемерием люди скрывают свою боль свое несчастье свою черную дыру свой поиск неудовлетворенность жизнью непонимание зачем они здесь находятся непонимание чего делать дальше они используют какие-то шаблоны это страшно показать другому потому что они думают так ведь другому тоже нужно возвыситься над кем-то и чем чернее тем ярче звезды соответственно как доказать себе что ты хороший определить что другие вокруг тебя говно тогда ты будешь сверкать как яркая звезда на этой помойной куче неудачников жизни понимаете вот среднестатистическое мышление среднестатистического современного да и не только современного простолюдин игра в царя горы в детстве многие помнят играли в царя горы иди по головам других чтобы возвыситься над ними но через этот путь счастье недостижим оно просто не может быть достигнуто через то близость это когда вы можете быть открытым перед другим близость позволяет быть свободным близость позволяет быть человеком но прежде чем искать и реализовывать точнее правильно будет прежде чем найти внутри себя ответ окончательный ответ относительно того что снаружи искать нечего что все внутри здесь и сейчас прежде чем это увидеть прежде чем стать близким с другим нужно стать с собой вот о чем необходимо заботиться умному человеку для того чтобы стать разумом ведь что такое близость с собой это не шизофрения это не какое-то диссоциативное расстройство когда одна часть ума сближается с другой частью ума противоречащим нет это вовсе не так близость собой это это принять свою истинную природу это близость с богом это близость с тем из чего состоите вы это близость с тем что смотрят через ваши глаза это близость с тем что слышат через ваши уши Это близость с тем, что чувствуют через ваше тело Это что-то никогда не рождалось Это что-то не может поэтому умереть Что с чем говорит? Все состоит из Бога Физиологический аппарат, называемый телесным Это всего лишь контейнер, у которого есть операционная система Мозг, компьютер и операционная система Запущенная в этом устройстве биологическом, похожем на компьютер Но все соткано из Творца Все подчиняется его конам Это разговор ребенка с отцом Ну, отец не мужского пола Это разговор человека с мирозданием Очень хорошо иллюстрировано Очень хорошо изложено То, о чем сейчас говорит мой род Написано в произведении Наедине с собой Марк Аврелий Римский император Есть аудиокнига Которую можно послушать Есть печатная книга Которую также можно прочитать Если настало время Разобраться В себе Установить То, что было Утрачено Но то, что Внутри каждого Находится Эта утраченность Случается Из-за того, что Ум направляет Внимание В будущее И в прошлое Эта утраченность Сразу же Пропадает Восстанавливается Связь Как только вы Обращаете свое Внимание В здесь И сейчас Как только вы Перестаете Сражаться С природой Много разговоров О победе Над природой Человек Вообще Паразитическое Создание Но человек Может быть И В симбиозе С природой Безусловно Это Выбор Каждого Безусловно Это Возможность Обрести Себя Современные Люди Напоминают Деревья Без корней Мы Люди Обрубили Свои корни Наша Мать Это Это Реальность Это Земля Необходимо Вновь Укорениться То, что Действительно Представляет Интерес То, что Действительно Представляет Основы Основы Нашего Существования Это Единение С Матерью Истинная Мать Это Наша Земля Поэтому Дорогие Друзья Что значит Пустить Корни Пустить Корни Это Значит Видеть Смыслы Своего Существования Здесь И Сейчас Пустить Корни Это Ощутить Истинность Своей Нематериальной Природы И не только Своей Всего Что мы с вами Можем Вербально Наблюдать Вокруг Дорогие Друзья У каждого Человека Есть Возможность Исцеления От Хронических Заболеваний Неизлечиваемых Современной Медициной Подробную Информацию О записи На консультацию И о результатах Исцеления Пациентов Вы можете Найти В описании К этому Видео Благодарю Вас За внимание Как только Установлена Близость Самим Собой То есть Близость Ума С тем Что смотрит Через ваши Глаза После этого Возможна И близость С другими Объектами Этого Мира Только Страх Не дает Индивидууму Возможность Взблизиться С другими Сплошь И рядом Это Наблюдается Недавно Мне Один Индивидуум Сказал Относительно Того Что Не ставьте Говорит Монедиагнозов Я ему и не ставил Никаких Диагнозов Просто Был разговор Но Этот Страх Что Другие Увидят Эту Черную Дыру Внутри Сознания Он Настолько Сильный Что Люди Даже Услышать Бояться Того Что Происходит Внутри Них Те Страдания Та черная Дыра В которую Проваливается Абсолютно Все То Что Можно Концептуализировать Как Счастье Это И Есть Источник Несчастья Но Если Мы Внимательно Посмотрим То Все Это Заключено В логической Системе Размышлений В логической Системе Координат Находится Страх Потому Что Человек Не боится Того Чего Он Знает Человек Дивиду Боится Того Чего Он Не знает Страх Перед Неизвестностью Вот Что Пугает Человек Боится Будущего Если Правильно Сказать Человек Людин Боится Будущего Человек Это Все Таки Индивидуум Который Претерпел Определенной Трансформации Из Людинов Человека Поэтому В большей степени Избавлен От Страх Как Победить Страх Быть Готовым Умереть В любой Момент Прямо Сейчас А что Вы Потеряете Мне Недавно Написали Один Написал В Бастионе Если Бы Вы Знали Что Значит Потерять Близкого Человека А вы Что Думали Что Вы Тут Будете Жить Вечно Что Ваш Близкий Человек Тоже Будет Здесь Вот В этой Физиологической Оболочке Существовать Вечно В своем Уме Вообще Очевидно Что Очень Многие Находятся Не в Своем У Каждого Индивидуума Есть Точка Входа И Точка Выхода Бесполезно Совершенно Предпринимать Какие Были Усилия Для Того Чтобы Изменить Дату Смерти Мы Все Сюда Приходим Из Одного Места Вылезаем Из Мамы Но Уходить Мы Можем Отсюда Разными Путями Кто На Больничной Койке В Моках С Пердячим Паром Ну А кто То Как В Фильме Остров С Петром Мамоновым С Утра Уголька Повозил Тачкой И Вечером Сава Надел В Гробик Лег Лапки Сложил Глазки Закрыл И Все И Хватит Безо Всяких Вот Этих Мудовых Рыданий Беспокоиться По поводу Того Что Кто Ушел Из Этой Жизни Абсолютно Бессмысленно Но так Молчили Вообще Все это Прививалось С очень Давних Времен До сих Пор Во многих Африканских Племенах И не только Африканских Племенах Существует Обычай Праздновать Уход Уход Человека Из Этого Мира Люди Радуются Поют Веселятся Гуляют Провожают Радуются За того Кто Ушел Домой А что Происходит В традиционных Религиях А в традиционных Религиях Все Перевернули С Жопы На голову Поэтому Даже есть Такая Специальность Которая Называется Плакальщиц То есть Нанимают Плакальщиц И раньше Нанимали Плакальщиц В христианстве Нанимали Плакальщиц Можете В других Тоже Конфессиях Плакальщиц Нанимали Которые Рыдают И рыдают Чтобы Создавалась Вот эта Лицемерная Видимость Того Как Ценен Был тот Человек Который Ушел Только Тот Человек Который Ушел Ему Уже Совершенно Без Разницы Ваши Вот эти Вот здесь Мудовые Рыдания Никому Тут Совершенно Не Нужны Вот Добрые Слова Которые Это же Индивидуальность Но В менее Плотном Теле Индивидуальность Остается Еще Рядом И Наблюдает Весь Этот Балаган Который Происходит С дележом Имущества Со всем Вот этим Говнесином Который Случается Как правило После Того Как Человек Уходит Из этого Мира Весь Весь этот Точно Бабушка 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 У мужчин По мужской Линии У женщин По женской Линии Безусловно Эта связь Имеется И сейчас Уже Доказано Более того Можете как по телефону позвонить родственникам в загробный мир и побеседовать с ними. Там жизнь продолжается, и мир очень похож на этот мир. Плотности другие, поэтому и физические законы мира несколько отличаются. А здесь мы с вами на карусельках катаемся, то есть пришли поиграть. Основная тема нашей сегодняшней передачи – это близость, близость с самим собой. И, конечно же, это близость с теми, кто вокруг нас, потому что все в этом мире создано из Бога. На атомарном уровне Творец проявляет себя в каждом объекте. И в тех объектах, которые вы любите, и в тех объектах, которые вы ненавидите, и в тех объектах, к которым вы вообще никогда не относитесь. Но это ровным счетом ничего не меняет. Это нужно для того, чтобы игра случалась. Я всех вас целую, всех вас обнимаю, дорогие друзья. Дорогие друзья, все мы есть единое, целое, вечное и бесконечное. И папуасы, и евреи, и славяне, и франко-германцы, и разные всякие там, Бог знает, какие еще национальности и разновидности. Кровь-то у всех красная. Да? Кровь у всех разная. Красная. Не разная, она красная. И когда, так сказать, человека щиплет, всем больно. А когда гладит, всем приятно. Вот, собственно, о таких простых вещах, может быть, есть смысл подумать на досуге. До новых встреч, дорогие друзья. Пока. Здравия тела и ясности ума. Аз есть мсущие здесь и сейчас, делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok